доброго времени суток дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале я очень рада что вы зашли ко мне в гости для чего я сразу отвечу для чего я открыла свой канал я очень хочу допустим общаться просто общаться чисто вот такое позитивное легкое общение я с вами чем-то делюсь вы со мной чем-то делитесь ну вот то есть вот так вот я смотрю некоторые каналы мне допустим очень нравится канал виктория ведет значит у неё канал называется хочу могу делаю и есть канал значит жизнь худеющей богини вот там тоже настолько там позитивное общение вот настолько вот она какой-то вот душевная нас себе как-то у нее нашлось много собеседников они просто общаются тепло и все и знаете я буду очень рада если я себе найду тоже собеседников хороших друзей хороших в конце концов и мы как-то будем общаться с вами мне будет это очень приятно меня зовут рима я калинина рима владимировна мне 62 года вот я живу немножко и буквально расскажу о себе я живу с дочерью зятем и с внуком глебушкой во первого августа моему глебушки будет восемь лет день рождения будем будут гости у нас вот и вот семья ну как вам сказать семья у нас семья у нас очень дружная я не могу сказать вам вот многие могут подумать что раз ищет какого-то общения на стороне значит наверное нет какого-то внимание семья нет у меня в семье очень много мне уделяют внимание заботы ласки у меня есть все у меня действительно есть все у меня общение все у меня есть все у меня хорошо себе просто еще хочется какого-то внимание вот допустим извне не внимание какое-то общение извне ну вот каких-то друзей товарищей чтобы вот как-то общаться смотришь я вам что-то посоветую смотришь вы мне что-то посоветуете сколько людей столько мнение и обычно в каких-то спорах рождается истина как говорят вот я очень еще плюс ко всему я очень много смотрела вот каналов о похудении я вам скажу ну я как-то не собиралась раньше вести допустим канала похудения и все хотя я была всю жизнь очень полным человеком очень полной такой вот садика со школьной скамьи я была просто пышка вот никогда я худышкой не была и вот почему-то всю жизнь мне внушали вот с детских лет мне внушали всегда это мне вот допустим мама всегда и бабушка говорила что римочка ты не переживай мы все такие мы крупнокосные вот так мне внушали крупнокосные мы вот и все ширококосные вот не крупный ширококосные думаю как же как же Нас же называли так. И как-то вот мне настолько с детства вбили вот эти, что вот эту мысль, что ну вот такие вот мы, вот и всё, и по-другому не бывает. У меня очень-очень полной была моя мама, очень-очень полной была моя бабушка. И я вот тютелька в тютельку у них. Вот такая была полная всегда. И со временем моя полнота-то усугублялась и усугублялась, килограммчики прибавлялись. Ну, как-то, наверное, постепенно всё это было. И как-то, ну, организм мой приспосабливался, наверное. Я помню, как-то в детстве у меня был, ну, были вот фотографии же вот школьные. Были же раньше вот фотографии. Это сейчас виньетки. А раньше большая просто фотография примерно четвёртого размера. И всё. И вот нас рядочками выставляют. И на первом ряду, значит, в первом рядочке сидит учительница. И рядом с ней, значит, ученики там, хорошисты. Потом вот так нас ставили обычно. Ну, и вот почему-то мне потом, вот сейчас уже, когда я будучи взрослой, я стала понимать, что фотограф тогда то ли решил посмеяться, то ли что учительница у меня была в начальных классах, Роза Васфеевна в четвёртом классе. Маленькая, худенькая такая женщина. Вот прямо, ну, прям куколка вот такая вот маленькая она. И вот он, ну, нету посадить меня куда-то вот туда, более в дальний, надо поставить на дальний более ряд, чтобы я оказалась. Это чуть поменьше нету. Он меня посадил рядом с ней, плечо к плечу. И на фотографии я оказалась больше неё. Это вообще был ужас. Даже и будучи в четвёртом классе, Я была в ужасе, что я в четвёртом классе больше учительницы своей. Вот так вот. А потом, когда я вот, допустим, в училище училась, я окончила медицинское училище по профессии. Я фельдшер, лечебник, вот. И, значит, я вот когда окончила училище, училась, я тоже полненькая была. Всегда я была такой. И как-то вот у меня даже не было желания особо худеть. А вот потом, когда я уже родила детей, я совсем располнила. Ну, я думаю, как-то же надо мне худеть-то. Ну, я перепробовала диеты всякие. Вот всякие разные. Каких я только диет не пробовала, да. Но диета – это диета. И я поняла с тех пор, что диета, вот это вот пишут там трёхдневная. Я перепробовала всё. Это ерунда. Это всё ерунда. Да, какое-то время ты себя зажимаешь, держишься, капитально держишься. Потом в организме чего-то... Это же диета как? Что-то ты даёшь организму, а чего-то ты капитально урезаешь ему. И, то есть, получается как? Чего-то в организме не хватает. Вот это, видимо, накапливается. Накопление идёт, идёт, идёт. Вот это нехватки, да. Потом раз, срыв, и пошёл ты жрать. Ты быстро-быстро наберёшь. Я просто все вещи называю своими именами. Ты там ешь, а реально жрёшь, когда срыв. Реально жрёшь. И вот, значит, когда получилось так, что у меня родился внук, дочь родила мне внучка, вышла замуж, родила внучка, радость мою. Вот. И доча у меня, она всю жизнь была спортсменкой. Всю жизнь она занималась там каратэ, рукопашный бой. И она всегда была статуэточка, куколка вот такая точённая-приточённая. У неё фигурка такая красивая. И всё прочее. И вот так вот было у нас всегда. А потом, когда она забеременела, она стала, значит, ну, естественно, ой, да ты что, доча моя забеременела, да она сладкоежка, ещё страшная какая сладкоежка. И вот, значит, мы её, да, что ты, доченька, хочешь тортик, на тебе тортик, на тебе тортик. Из 50 килограмм рожать она поехала у нас 100 килограмм. Вот не больше, не меньше, 100 килограмм. Ну, родила, всё. Вот, когда из роддома мы её забрали, 90. Вот, 90 килограмм, значит, она. И вот, когда мы отмечали год моему внучку, я тогда была 130, а она, значит, 90 этих. И я ей потом говорю, ты знаешь, доченька, надо худеть. Она говорит, я с тобой. Она всегда со мной. Это мой, вот, по жизни, это мой самый верный друг. Самый верный друг мой. Вот. И она, я с тобой. И вот мы с ней так честно сидели на, месяца три мы сидели так правильно, так честно. Вот как мы над собой только не изощрялись. Мы день на огурцах, день на кефире, день. Вот всяко-разно мы изощрялись, да. Ну, да, вес вниз шёл. Я даже не спорю. Я потеряла 30 килограмм. Я стала 100, я помню, 101 была. Я там 31 или 131, или 133 была. Ну, я говорю, 130, да. А потом я 101. Я такая героиня, да. Дочь у меня тоже там что-то на 60 с чем-то снизила. В смысле, стала 60 с чем-то там килограмм, да. И вот тут подходит 8 марта. 8 марта. И я думаю, она у меня сладкоежка, страшная сладкоежка. Ну, не найти такой сладкоежки, как моя доча, да. И думаю, испеку-ка я ей тортик. Вот она уснёт. И я испеку ей тортик к 8 марту. Испекла ей два тортика, пока она спала, да. И вот она просыпается. Тут два торта. Тут мы друг друга поздравляем. Тут нас зять поздравляет. Тут столько радости, столько веселья, столько... Ну, вот, то есть, вот так. За день-то мы с этими тортами и не управились, представляете. Попробуй-ка съешь. Вот. И на завтра, ну, что, пропадать, что ли? Мы же доедим их, да. И на потом доедим. Ну, и всё. Вот так вот мы стали доедать, доедать. И, в общем, вернулись моих 30 килограмм. Они ещё прихватили с собой благополучно друзей. И у меня их стало 50. И в итоге 150. 150. И доча поднаела тоже где-то 75 стало. И вот тут мы с благоустроенной квартирой. Мы все очень хотели переехать в частный дом. Вот. Ну, вот как-то у меня я в детстве росла в частном доме. А потом как-то вот козёнка-козёнка. Ну, не люблю я благоустроенную квартиру. Ну, не люблю. Вот, вот, нет. С того простора, вот, нет той свободы. Вот. И мы наконец-то переехали в частный дом. Переехали мы в частный дом. Внучку год и 8 месяцев было. И вот здесь, значит, я хочу сказать, что мы начали дочь, а зять начали работать. Капитально начали, в общем, благоустроить дочь. У меня по специальности дизайнер. Но когда внуку исполнился год, она работала, у неё было своё дело. Частным бизнесом она занималась, значит, всё вот это по дизайну. А потом, когда внуку исполнился год, она просто-напросто села дома и решила заниматься ребёнком. Ну, я считаю, что это очень правильное решение. Вот. И вот здесь она в частном доме начала, начала вот воплощать в жизнь все свои идеи, все свои, благоустраивать вот этот вот приусадебный участок. Я вам потом, если вам будет это интересно, я вам покажу, что она там делала, где она там. Вот мы сейчас пять лет живём в частном доме, и у неё идеи этим, и уже с зятем зачастую, как весна подходит, мне всегда этот зять говорит, ой, мам, мне уже аж страшно. Она, дочь мою Олечка зовут. Вот в семье все у нас её зовут Лёлька, Лёлька, да? И он мне всегда сидит, мам, весна подходит, мне уже страшно. У Лёльки сейчас идей попробую, действительно, подходит весна, и у нашей Лёльки идеи попёрли. Вот идея за идеей. Так, я вижу вот это, я вижу вот это, я вижу вот это, что вот у меня на участке у нас вот это будет, что у нас на участке вот это будет. И вот они потом, она сама не сидит, сложа руки, она, то есть, не загибает пальчики зятю, нет. У неё идея, вот эта вспышка, есть у неё идея, вот она увидела, что вот так должно быть, и она сама закатывает рукава, и вперёд они в одной упряжке вместе с зятем пошли. Пашут, пашут капитально. Она там вот потом, посмотрите, она там этот каменный домик для зайчика этого выстроила сама, и что она только не делает. Вот что ей потом, вот что у неё, допустим, чувствует, что не получится, она зятю, Саша, помоги ты мне. Он ей, значит, вот это всё тоже делает, всё. То есть, вот так вот. Ну, вот про дочку я вам рассказала. Вот, зять. Зять у меня человек очень хороший, очень хороший, золотой человек, очень добрый, очень внимательный, очень ласковый, очень отзывчивый. Ну, как, очень, 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 очень. Вот такой вот у меня зять, он православный священник. Вот, и он вот, ну, вот знаете, вот есть анекдоты про тёщу и зятя, есть всякие там, ну, чего только не говорят про тёщу и зятя. Ну, вот я скажу, слава Богу, меня это не коснулось, и никаким образом меня это не коснулось. У меня очень хороший зять, он во всём меня понимает, он во всём меня поддерживает всегда и во всём. Он меня поддерживает всегда. Он меня всегда выслушает, он меня всегда поймёт и поддержит. Вот, знаете, даже иногда я вот что-то вот, допустим, захочу, вот, и вот раз им свою идею вот такую вот, потом начинаю сама обдумывать и думаю, может, вот это и зря, может, вот это вот и не надо. Они всё равно это сделают. Если мне это нравится, они это сделают обязательно. Если я чего-то захотела, смотришь, пошушукались, пошушукались, и они это сделают. Вот, очень, у меня вот, они вот оба как-то подобрались, вот такие вот. Доча эта у меня вообще, она с самого, вот с самого малого возраста, она вот настолько, она вот преданный мне товарищ, что вот, знаете, это вот человек, с которым пойдёшь в разведку. Зять тоже подобрались, вот такой вот, такой человека вот она встретила, что, вы знаете, тихий, спокойный, вот уравновешенный, вот как-то, ну вот как-то так. Вот, и вот отступление было такое, да, лирическое. И вот, значит, мы в частном доме вот это стали жить, и вот они всё это делают, всё это благополучно, всё. Я-то со своими 150-ми хожу, 150 килограммами хожу, приспокойненько, вы знаете, но уже далеко не приспокойненько пыхчу, как паровоз пройти. Пять метров не могу, если Олечка меня куда-то везёт в магазин. Я, знаете, вот буквально я пять метров прохожу, у меня такая дышка. Олечка, подожди, я отдохну, Олечка, подожди, я отдышусь. Вот таким вот образом, да. Скорая нас не отъезжала, буквально каждый вечер мы вызывали скорую, давление зашкаливало. Пульс за 100 молотил, сердце выскакивало, сердце вот вообще просто отключалось. И вот до того она у меня доотключалась, что в один прекрасный момент просто, вы знаете, я чувствую, что ну всё, мне вот это, вот это, мне конец пришёл, да. И мы как-то сидим, пьём чай, и я говорю, доча, ты знаешь, утречком завтракали, я говорю, доча, ты знаешь, либо я умру, либо я, нам надо худеть. Она говорит, я с тобой, давай, мам, я с тобой. Вот, если вам будет интересно, я вам расскажу, как мы похудели. Мы с ней худели, она товарищ, который меня никогда не бросает, ни в какое, вот ни в каком положении она меня не бросит. И она меня всегда поддержит. И я вам скажу так, намного легче худеть там, толстеть там, что, хоть что ты делаешь, очень легко, когда тебя кто-то поддерживает. И когда вот кто-то с тобой рядом, плечо к плечу. Вот, допустим, бывают такие моменты, что, ой, горено всё синим пламенем, нажрусь. И вот тут раз на поверхность дочи моя, куда? А ну-ка, мам, положь, ты чё, мы столько прошли, и ты вот так, нет, мам, нет. И вроде думаешь, ну, надо же, не даёт, а на завтра, дочь, спасибо тебе большое, что ты не дала мне сорваться. Точно так же и я ей. Вечером смотришь, вот бывает, иногда, это очень редко бывает, но вот организм, видимо, чего-то затребует. И вот смотришь, у неё ручонка потянулась к чему-нибудь. И вот я тоже зачастую, куда? Ну-ка, руки убрала. Всё, на маму, ну ты чё? Ничего, убрала руки, и всё. Коротко и ясно. Завтра будет день, будет пища, всё. А вечером ты кушать уже не будешь. Если вам будет интересно знать, как мы, допустим, похудели, это была не диета. Как мы похудели, я вам потом расскажу в последующих видео. Если, вот я посмотрю, как пойдёт обратная связь у нас с вами, как мы будем с вами общаться, я вам много чего расскажу. Вот, и вот мы худели, вот я вам скажу, 19 июля. Вот было ровно три года, то есть вот пошёл чуть-чуть, уже перешло за три года, пошёл четвёртый год, как мы похудели, вот три года. Вот сейчас я вам скажу, я не сдерживаю себя ни в чём. Я сейчас кушаю всё, я могу себе позволить всё. Единственное, я оставила себе запас. Вот, запас какой? Я похудела 67 килограмм. Вот, значит, у меня сейчас вес 67 килограмм, то есть я 80 с лишним скинула. Представляете, 80 с лишним. Это, вот я представлю, только я носила на себе полтора мешка сахара, допустим, или полтора мешка муки. Это, вот представьте, ну, сейчас завали-ка на спину полтора мешка и потащи. Мне кажется, я как припаду и не встану. Вот. И вот так вот, то есть я похудела вот 67, и сейчас я себе какой даю, разлётку какую? 67 до 71. Вот, значит, 4 килограмма я чувствую. Я ем всё, и я чувствую, если я набрала, значит, 70, уже 70 килограмм идёт к 71, то всё, я себя зажимаю. Из этой жизни я, знаете как, отключаюсь, я ухожу, так сказать, всё, отключаюсь, в отключку ухожу. И где-то с дня 3-4 я себя зажму маленько, и эти килограммы, они очень быстро уходят. Вот свеженабранные килограммы, 3-4 килограмма, их очень легко сбросить. Их очень легко сбросить. Вот то, что копилось у меня всю жизнь, вот это я сбрасывала 3 года. И то, это, знаете, был, ну, в общем-то, титанический труд. А сейчас уже неплохо. Доча моя тоже похудела. Она скинула, и сейчас она держится, в общем, болтается, мы называем вот это, болтается. От 51 до 54. Вот она скинет 51, всё нормально. Она кушает там всё, всё, пожалуйста. Чувствует, что уже так 53, 53, 500. Так всё, мне стоп, стоп, кран, я дня 3 посижу, значит, я похудею. Она скидывает, и дальше опять. Сейчас уже жить, короче, и жить хорошо, жить хорошо, ещё лучше, как говорится. Вот и всё. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Что у меня, допустим, какие у меня увлечения? Я вам скажу, у меня увлечение кулинария. Кулинария, я очень люблю печь. Я очень люблю печь торты. Я очень люблю различные салаты какие-то. Я люблю всё, вот, что касается кухни. Я, допустим, даже сама, вот, 3 года мы вот худели, да. Я 3 года пекла торты, пекла всё, я всех угощала, всё. Ну, просто я сама это, допустим, не ела. Когда вот войдёшь в эту колею, уже нетрудно держаться. Вот. И я очень люблю печь торты. Я очень люблю различные блюда, всякие вот новые какие-то блюда. Я очень люблю удивлять своих детей, свою дочку и своего зятя. Я их очень люблю, я их очень люблю удивлять, делать им приятное что-то. Ну, то есть, и видеть, с каким удовольствием они всё это едят. Очень люблю своего внука. Да безумие, это любовь всей моей жизни. Вот, любовь всей моей жизни. Лапочки моей будет 1 августа, 8 лет. Большой уже мальчик пойдёт во второй класс. Умничка, моя лапочка, моя люблю его, страшно. И, ну, я вам тоже покажу, и дочу свою покажу, и зятя свою покажу. Я вам всех покажу, если вам будет, это интересно. У меня ещё есть старший сын. Он живёт не здесь, не в городе. Вот. И там у меня растёт два внука. Старшая внуча и внучка, и младший внучок. Вот. Там тоже хорошая семья, живут хорошо всё, слава Богу. Вот. Я очень хочу, чтобы, допустим, я желаю всем. Я желаю всем, чтобы у всех, допустим, была вот такая вот семья, чтобы было взаимопонимание, взаимопомощь какая-то. Вот, любовь. Вот у нас как-то, понимаете, вот детки мои, вот доча с зятем, они очень берегут мои нервы. Они очень меня щадят во всём. Они очень меня... Вот они очень боятся меня чем-то расстроить. Они никогда меня ничем не расстроят, ничего. У меня всё везде хорошо. Поэтому вот я захотела вот такое вот общение вот вести, значит, на канале вот. Доча мне говорит, хорошо, мам, я тебе помогу, я тебя поддержу. Мы с тобой будем вместе его вести, давай. И вот, то есть, вот так. Поэтому если вам что-то будет интересно, вы спрашивайте. Задавайте какие-то вопросы, я вам всё покажу, я вам всё расскажу. И, в общем, я буду записи делать, я посмотрю, как пойдёт у нас обратная связь. Если у нас нормальное будет с вами общение, обратная связь пойдёт, я буду очень много записывать и рассказывать вам. И буду очень надеяться, что, вот, понимаете, что вот это будет у нас очень позитивное общение. Я надеюсь, что если вот кому-то от наших, вот, от моих вот этих вот записей, от моих вот этих видео будет как-то мир в душе, вот какой-то позитив будет, вот что, я буду очень рада, что мы кому-то вот помогли мир в душе вот установить и всё. Поэтому давайте так, вы мне пишите, вы мне ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, подписывайтесь. Давайте будем дружить. Всего вам доброго. До следующего видео.